Всем привет! С вами по-прежнему Ансана Костина и в рамках марафона по контенту 3.0 мы вместе с вами учимся записывать вот такие вот видеоролики более уверенно и ищем свою собственную авторизму. И данный видео урок у нас под номером 4. Итак, у нас сегодня третье правило, которое мы сегодня вместе с вами разбираем и нам нужно вызвать уважение к собеседнику, с которым мы собираемся общаться. Ну, хочу привести вам такой пример. Я думаю, что каждый из вас об этом прямо сейчас почувствует. Вот когда мы видим своих собственных знакомых, обычно у нас происходит такой разговор. Привет! Привет! Как дела? Нормально. Все. В принципе, разговор у нас закончился. Нам говорить даже, в принципе, нечем. Мы друг с другом поздоровались и прошли мимо. Вот как делаю я. Я очень позитивный человечек. И я повторяю себя очень сильный человечек. И даже когда мои дня внутри кипит все, и я недовольна своей собственной жизнью, то на моем лице всегда постоянно улыбка. И когда ко мне подходит кто-то или иной знакомый и спрашивает меня, как дела, то они у меня обычно слышат «Привет! У меня все отлично!» или «У меня все здорово!» или «У меня все великолепно!» И мы продолжаем на позитивных нотах уже делиться какими-то своими собственными впечатлениями. Это вот один из таких вот ярких примеров. И все-таки мы должны вернуться к незнакомому человеку. Каким образом? Сейчас я приведу тоже простой пример. И вы таким образом постараетесь понять, каким образом нужно вести диалог именно с незнакомым человеком. Когда человек спрашивает тебя, например, на том же самом простой примере «Привет! Как дела?», то можно ответить, например, вот так вот, что «Привет! У меня все хорошо!» «Я недавно ездила в солнечную страну, вот на днях я только что приехала». То есть в чем здесь фишка? То есть я не выложила на данного человека абсолютно свой хлопшный рассказ, каким образом я провела вот эти вот две недели и где я ездила. Тем самым я дала лазинку моему собственному собеседнику, чтобы у него, у него или у нее была возможность задать мне вопрос. Вот самое главное. То есть мы ведем так беседу. Мы не выкладываем на собеседника полностью всю историю. Мы стараемся закончить именно свой рассказ так, чтобы у собеседника была лазейка. И желательно не одна, желательно, чтобы несколько было. Чтобы он задал нам вопрос. Я специально повторила это два раза, чтобы до вас донесла вот эта вот сама мысль. Тем самым мы показываем, что мы не только в данный момент в себе, мы уважаем нашего собеседника и мы готовы с ним общаться. Итак, возвращаемся к нашему видеоролику. Мы не можем беседовать со зрителем, который будет смотреть нас на ту, по ту сторону экрана, каким образом мы можем сказать зрителям, что мы его уважаем. Я, наверное, не раз вам говорю, что в первую очередь, чтобы показать зрителям, что вы его уважаете, это снимать видеоролик ваш, собственно, именно стоя. Когда спикер стоит вот на этом месте стоя, то он тем самым говорит, что я уважаю тебя. Это в первую очередь. Второй момент – это жесты. Хочу девочки и мальчики вам сказать, что, обратив внимание, что у вас жесты либо вообще нет, то есть вы стоите в базуке смело и говорите вот какой-то свой собственный текст, и желательно побыстрее, то вы тем самым тоже говорите о том, что вы не лажаете. Либо ваши жесты, вот они происходят вот только вот здесь, и все. Тем самым, во-первых, вы говорите, что вы скованы, а во-вторых, вы говорите, что вы не уважаете человека, который сидит по ту сторону экрана. Каким образом должны быть жесты? В первую очередь, это вот немножко вот от подмышки все равно рука ваша должна отходить. Это не значит, что вы должны вот эти вот жесты делать. Это вот-вот жесты. То есть все равно под подмышек рука спойты. Вот эти вот жесты, они должны быть в любом случае какие-нибудь. Это первый момент. Второй момент. Вот эти вот жесты, вот эти жесты, это говорить, что вы закрыты. То есть вот так, вот так, вот так, вот так мы не делаем. Наши ладони должны быть показаны нашим собственным зрителям. Но это не говорит о том, что я должна вот таким вот движением рассказывать вам полностью весь видеоролик. Это говорит, что вот так могу показать, там вот так еще. То есть при каких-то движениях, что мои руки, они открыты. Надеюсь, я донесла вам мою мысль. И если вы не поняли, то в комментариях обязательно меня спросите. И я более подробно вам еще вот этот момент расскажу. И третий момент. Я просто так от вас не стану. Третий момент – это ваша собственная речь. Например, если я буду всю ролик вот таким он голосом говорить, то это будет означать, что я вас не уважаю. На самом деле, девочки, вот этот вот монотонный голос, вот этот монотонный голос, который идет от начала видеоролика и до конца, он действительно таким образом звучит. А я хочу сказать, что когда вы особенно вот этот текст свой читаете где-нибудь за кадром, то именно звучит именно так. Возможно, вы его не слышите, но зрители где-то на подсознательной корочке это себя ощущают. Тем самым, вот этим монотоном, я бы сказала, даже загробным голосом вы говорите, что вы не уважаете человека, который сидит там за экраном монитора. Так, давайте продолжим. И на сегодняшнем вам задание. Ой, я, наверное, всю жизнь ждала это задание вам, да? Ждала все четыре вот этих вот занятий. Будет задание достаточно интересное, хотя бы видно это по моему собственному лицу. Что вам нужно сделать? В первую очередь, да-да-да, вам нужно взять вашу видеокамеру. Не обязательно этот видеоролик выставлять на YouTube, но в чате своем я вас обязательно жду именно со своими впечатлениями, со своими чувствами и с данным видеороликом, видеоотчетом. Вы берете видеокамеру и снимаете себя на камере. Что вы делаете? Включаете своего любимого спикера. В течение каких-то 5, ну максимум 10 минут, вы смотрите на своего любимого спикера, повторяете все его движения, все его телесные движения, все его желательно мимику, полностью его речь, полностью его тон речи. И все это дело, все это дело не забудьте снять на видеокамеру и обязательно отправьте нам чат. Второе задание у нас, как обычно, там где-то у вас сверху лежит, уже дожидается 5 предложений, которые по традиции мы обязательно не вдумываемся, поняли мы или нет. Пишем первые попавшиеся 5-6 ответов на каждое предложение, а всего таких предложений у нас 5. А с вами была Ансана Костина, увидимся в следующем ролике. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...